всем привет меня зовут станислав я рад видеть вас на канале лестово в этом видео я поделюсь с вами способом утепления пристройки опилками возможно вы смотрели мой многосерийный сериал стройка пристройка в общем вот ее продолжение вату покупать я не захотел по той причине что в ней живут мыши чудно живут посмотрите стекловато да было гнездо в середине стены значит что я сделал я зашил там где у меня была ветрозащита все зашел у сп как это сделать изнутри это делается вот так я растрик профиль гипсокартонный и с той стороны я его прикручивал вот если посмотрите здесь плохо видно но видно там есть такие как саморезики торчат вот вот здесь видно в виде понимаете то есть это уголок то есть это уголок который как бы изнутри наружу чтобы мембрану ветрозащитную не рвать первая была ошибка надо было сразу снаружи зашить усп усп не очень хорошо но на безрыве и рак рыба если есть деньги и возможность то и заплаты вообще вода идеальный вариант он дышит и он конструкционный все хорошо у меня здесь у косина стоят все стоит как бы жесткость каркаса классно но сейчас не об этом сейчас об утеплении опилка все бывают такие времена когда бабки кончились а жить то хочется и выходит надо делать какие-то решения вот она смотрите на 350 миллиметров шикарной ваты чем не кого-то да для меня стоимость вот этого утеплителя 100 рублей за кубометр может быть чуть меньше может быть 80 ну резонно что альтернативы нет 80 рублей за куб я привез огромный тракторную телегу спасибо лёха тебе огромное что ты мне помог еще я хочу сказать спасибо саня шуркову самя спасибо тебе ты мой духовный вдохновитель благодаря тебе я очень много смог сделать значит посмотрела и в ю тубе штука называется стойки ларсона они делаются изначально как силовой элемент каркаса че сделал я доску 150 на 50 распилил пополам получилось 75 на 50 напилил вот таких вот мелких досочек поставил лазер и отбил плоскость стены вот так вот по этой плоскости я подставлял палочки и досочки и у меня все вышло в тему почему именно так видите она уходит туда в чердак и вот там вот вот там вот там есть щель через эту щель я буду досыпать опилки проблема утепления опилок именно в том что они садятся кто-то мешает их с гипсом кто-то льет опилка бетон кстати тоже классная тема я обязательно из него что-нибудь поставил а вообще суть в том чтобы можно было досыпать то есть допустим я через год поднимусь наверх досыплю пару видео еще есть некоторые огрехи допустим плотность на какие-то некие углы вот у меня сейчас со светом здесь не особо он вообще угол я его насыпаю ну насколько можно кстати опилки довольно-таки нормально себя вертикальном состоянии чувствует вот будут пустоты что-то будет но простите меня 350 миллиметров но почти полметра на 350 но смотрите обалдеть сколько первое ощущение очень глухая стена стала каркасник это дом на улице ты слышишь все никто не строите каркасники не надо это глупость не в россии нет не надо может быть это тепло экономно но не надо это стать если и надо строить то это стойки ларсона и наполнитель какой-то миллиметров 400 точно стена должна иметь вес но вот субъективно вот серьезно у меня первый этаж кирпич старый полметра тепло нет зато глухо вот здесь тоже должно быть глухо делайте засыпные стены мораль этого видео в том как сделать систему насыпи опилок с чердака причем не интегрируя этот вот засыпной канал саму стену видите да у меня то есть вторая верхняя обвязка мурлад который здесь не нужен но есть все как бы сделано а возможность досыпания она вот видите да то есть канал благодаря вот этим стойкам которые идут вверх да я увеличил себя работу определенно то есть я сначала выстроил каркас вообще давайте чуть-чуть немножко поболтаем я такой прям болтовок видео пять минут уже идет я до 10 наверно все-таки дотяну значит чего я хочу сказать вот вы собираете каркас а вот у меня есть гараж хотел снимать но не получилось надо было очень быстро построить но потом пробежимся если вот интересно значит собрали стену на полу стойки укосины на них накрыли оспе кстати насчет укосин тоже такой спорный момент у меня гараж на винтовых сваях в нем стоит джип на две тонны с копейкой нормально без укосин у вас поддержит даже 9 миллиметров нормально прогнулась чуть-чуть но это из-за того что я монтировал в дождь лежа он намок если монтировать в сухую погоду попался очень суть в чем горячий карача стену вот по классической технологии то есть насыпали доски на землю все это разложили собрали на гвозди прибили у вас п подняли стену собрали дом поставили крышу все 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 сделали а потом надо вот добавить вот этот элемент то есть надо набить еще стоек и собрать трудоемко да добавляет но стоимость опилок у меня здесь в сумме с перекрытием вот в 18 кубометров утеплителя 18 кубов это 4 тонны ну примерно плюс минус вы только вдумайтесь в эти цифры 4 тонны материала так вот для меня эти 18 кубов они мне обойдутся в полторы тысячи рублей у сп изнутри вы все равно на вы наколотите в или гипсокартон или еще что то вы все равно будете делать этот этап снаружи вы все равно будет делать этот этап то есть у вас как раз все то же самое остается перерасхода получается только вот на стойке и какие-то некие может быть закладные элементы или еще что то все остальное все как в классическом каркаснике но утеплитель у вас получается условно бесплатный как думаете стоит она того или нет вот время покажет но я могу сказать точно что опилки это круто это по крайней мере толстая стена минус в том что от каркасника вы скрадете вовнутрь но если вы этого не сделаете у вас не будет возможности досыпать эпилки через чердак а вот это геморрой и вот именно с ним все пытаются бороться потому что кто-то делал там верхнюю полосочку узкую чтобы я там раз в год откручивать делать ревизию потыкать или еще что-то кто-то еще как-то вот допустим кстати саня шурков вот ты мне дал классная идея но здесь она правда не сработала ты утеплял каркасника кроватой ты натянул вот так вот только не ветрозащиту а свою бумажку насыпал вату а когда ты изнутри пришивал вагонку ты создал натяжение утеплителя ты дал ему плотности ты его втянул вот этот пузырь с опилкой кстати это не прокатило я хотел сделать так же пузырь был слишком плотный то есть я его пинал кувалдой по воспалопил ну короче я убрал но все равно ну не есть хорошо не опилочный вариант но тема классная тема классно ну или допустим надо было насыпать по чуть-чуть ну или какой-то некий компромисс неважно ладно всем спасибо кто посмотрел это видео я надеюсь что кому-то это поможет у меня три сына сыновья смотрите возможно именно этот вариант в будущем вам пригодится пускай даже баню но так можно сделать вот сюда сделать парабарер и офигенная парилка ставим лайки подписываемся на канал пока пока